Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. Подписывайтесь на Бусти, на мой Телеграм. В основном я веду свою деятельность там и отвечаю в личку тоже там, ну, на Бусти в основном. Ссылки найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Там же в личку, на Бусти вы мне присылаете ваши истории отношений, вопросы, ролики, которые хотите, видеоролики, которые хотите, чтобы я прокомментировал. На все реагирую, на все отвечаю сам. А во всех остальных соцсетях там работает мой помощник, который передает мне какую-то информацию. Итак, здравствуйте, пишет человек, мне 32, не женат. Женат не был и детей нет. И не хочется от слова совсем. Но окружение меня уже заколебало. Все спрашивают, когда женишься? Да, тебе уже пора. Еле сдерживать, чтобы трехэтажным матом не крыть. О себе. И успехом у девушек никогда не пользовался. Девушки ко мне всегда относились в лучшем случае отстраненно. До 30 лет был готов на любой варик, но меня ближе, чем в приятельской беседе с девушками, девушки к себе не подпускали. В универе с одногруппницами вроде и общался с теми, у кого характер подобрей. Большинство были стервозены, ЧСВ даже не подойти. Но выходя с учебного корпуса, у них включался ко мне режим Динамо и просто шел один. Рад был оленить, по типу добиваться, любить и быть любимым. Всегда старался показать себя с лучшей стороны, чтобы понравиться, но не получалось. В общем, рвался в олене, но меня заинцелили, как и в школе в старших классах, только без ярко выраженного хамства разве что. В 25 лет закончил учиться, инцелил, безуспешно оленил еще 3 года, в 28 сподобился сходить к феям. Понравилось и получил свой опыт. Походил с год, надоел и перестал. В 30 лет набрел на материалы по прозрению, решил жить для себя. А также осознал и признался сам себе, что детям я теплых чувств не питаю, и семейная жизнь меня не манит. А с каждого третьего рта, в среднем из моего окружения, родственников я сюда не отношу, да они меня как раз и не тормошат по этому поводу. Я слышу эти ублюдские советы навязчивого характера, о том, что надо жениться и взяться за ум. А я так рассуждаю. Любви я взаимно не получил, как хотел, меня заинцелили, девушки смотрели и смотрят как на пустое место. Детные тетки на буй пусть идут теперь. Какими мы балденными не были. Два-восьми годами ранее меня арканить надо было. Детей не очень-то и люблю, буду жить для себя любимого. Вот такая история вышла. Кстати, это я написал, так как хотелось бы, чтобы этот вопрос на тему навязывания холостым парням семейных условий, условиях современных российских реалий, был бы вами рассмотрен и разъяснен. Заранее благодарю за внимание. Очень, кстати, рад за вас и по-доброму вам завидую, что вам отлично живется одному. Что касается, ну вообще, знаете, многие скажут, что вас женщины обидели, обделили своим вниманием, обидели. Я же скажу следующим образом, что вы нашли себя и вам хорошо жить одному. Опять же, в Библии тоже написано, что, так сказать, лучше бы человеку и не жениться. Вот, лучше бы человеку и не жениться, так сказать. С женами приходят горести, скорби и так далее. Поэтому, ну, я вот лично вам завидую, вы молодец. Что касаемо того, что вам кто-то советует жениться, ну, вы же помните, что регистрация брака, я об этом часто говорю, еще раз повторю, это всегда про деньги и про социальные гарантии. Поэтому, если вам по-хамски, а это именно черта хамла, спрашивать, лезть без спроса в личную жизнь и спрашивать, а когда дети, а когда ты женишься? Ну, естественно, естественная реакция на хамство, послать его на три буквы. Ну, не надо так делать. Я вам рекомендую отвечать следующее. А сколько ты мне денег подаришь? Ну, в ответ. Когда ты женишься? Сколько ты мне денег подаришь? Я же тебя на свадьбу приглашу, правильно? Ты мне сколько денег подаришь? Пятерочку? Ну, например, да? Если он спросит, сказать, а что у тебя денег, что ли нет? Скажи, у меня-то есть. Ну, ты у меня спрашиваешь, когда я женюсь. А я тебя спрашиваю, сколько ты мне денег подаришь на свадьбу. Вообще, что ты мне подаришь? Квартиру ты мне, может быть, дашь. У меня моя-то есть, у меня там отлично. Но тебе же надо, чтобы я женился. Поэтому будь добр, спонсируй. А что? Такие вопросы. Тоже часто я вот часто на консультациях слышу, что там женщины рассказывают, часто очень врут. Что вот у них батя там, он старых устоев, или он там прям весь такой из себя, значит, религиозный. Хотя, оказывается, что там религиозность рядом не спала. И вот ради бати, отец, значит, ее, ваш, тесть, спрашивает, значит, когда жениться, для него это важно. Для него это важно, пусть спонсируют. Брак это всегда про деньги и про социальную гарантию. Всегда про деньги и социальную гарантию. Поэтому перевод, ставьте вопрос ребром. Сколько ты мне дашь? Пять тысяч? Ты что, нищеброд, что ли? Ты меня, значит, хочешь здесь женить? Слуха такая, да? Ну, как бы спрашиваешь, когда я женюсь? И всего пятерок? Сколько? Десятку? Да подотрись-то это десятка. То же самое, когда будут дети. Детей нужно обеспечивать. Мне они не нужны. Тебе нужны от меня дети? Чтобы у меня они были? Сколько ты готов дать? Ну, миллионов десять, я подумаю. Что, не готовь миллионов десять? Ты нищеброд, что ли? Вот. Ну, это если вам нравится, так сказать, с хамлом. Я вот люблю с хамлом разговаривать по-хамски. Ну, конечно, в пределах нормы, чтобы за базар не подтянули. Вот. А так можно просто отшучиваться или просто игнорировать. Тем более, если это не родственники, не люди, от которых вы зависите. Что вы обо всем этом думаете? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok